Бау! Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои высокогорные гитарные размышления. Время выпить пивка и поговорить о гитарном звуке. Мне написал один из моих патрончан, Олег Щелкунов. Вопрос написал. Говорит, вот у меня есть дохуя и больше гитар. Письмо длинное, я своими словами его изложу. И вот есть среди них дохуя удобное. Шахтер называется. Но звучит, пиздец, совершенно без яиц. И я и так эту гитару, и сяк, уже ковырял. И таким образом, и сяким, и раком ставил. Ничего не помогает. Даже говорит, что носил эту гитару куда? К Фокину. Вот, даже к Фокину эту гитару носил. Фокин ее обнюхал тоже. И говорит, не знаю, нет яиц и все. Но на самом деле не он один. Он пишет такие вопросы мне. Это самый часто распространенный вопрос. Глеб, а что же вот ты говоришь, что дерево не влияет, или еще что-нибудь. А вот я когда беру одну гитару, и она звучит. А потом беру другую в руки, и не звучит. Это слепые тесты, понимаешь. Лохотрон свой выдумал. Это у тебя в слепых тестах мы отличить не можем. А так вот, когда в руки берем, сразу я его отличаю прям. Как день от ночи могу отличить. Это в слепые тесты хуйня. Потому что там отличить нельзя. А вот не хуйня, это когда в руки взял, и сразу отличаешь. Рассказываю. Чем отличается гитарный фунфурье от всех остальных людей? Ну я по секрету скажу, я сам тоже фунфурье. Да и я думаю, нет таких, которые не фунфурье. Так вот в чем отличие? Отличие в том, что фунфурье путают свои субъективные ощущения с объективными фактами. А именно, например, если человек не может отличить в слепом тесте, где какая гитара звучит, хотя одна из них, по его словам, не имеет яиц, например, то это факт. Это объективный факт. И это говорит о том, что его уши не позволяют отличать звук одной гитары от другой. Его уши не позволяют искать яйца в звуке, понимаете. Вот этот поиск яиц, это такая чисто субъективная фишка. У каждого гитариста какие-то свои собственные представления о яйцах. И он эти самые яйца в качестве такого фантома иногда может узреть, а может и не узреть. Откуда этот фантом появляется? Дело в том, что кроме ушей, у нас впечатление о гитаре складывается еще из массы факторов. А именно, например, тактильное ощущение и весь наш багаж. Все те знания, которыми мы обладаем по поводу гитар, весь наш опыт. Вот мы пришли в магазин когда-то в далеком детстве, пощупали гитару, охуели, как красиво звучит. Запомнили эту марку, запомнили форм-фактор и так далее и тому подобное. И весь этот багаж у нас в голове бурлит и складируется. И в результате этого бурления у нас появляется в итоге представление о звуке. И когда мы берем какую-то гитару, мы получаем информации о звуке минимум. Но очень много получаем тактильной информации, визуальной информации. Я думаю, ну так, от балды, звук это процентов 5 от всей той информации, которую мы получаем от инструмента. Где-то процентов 5, не более. Остальные 95% это визуальная составляющая и тактильная. И еще плюс, как я вам сказал, вся та информация, весь тот опыт, который нами ранее накоплен, он у нас в голове находится. И мы, сами того не осознавая, делаем суждение о звуке, основываясь не на звуке, а на тактильных ощущениях, визуальных и на ранее приобретенном опыте. И получается так, что берет человек гитару в руки, играет и говорит, фу, блядь, звук-то без яиц. Потом втыкает ее другой гитарист, записывает сэмпл, а человек отличить не может в итоге, где есть яйца, а где нет. Вот и спрашивается тогда, как эти яйца, где эти яйца, откуда эти яйца, где эти волосики, за которые можно эти яйца выудить и откуда выудить. Вот такая история, друзья мои. Поэтому самое главное, это стараться отличать ваши субъективные какие-то фантазии, субъективное ваше восприятие от фактов. Вот, например, я пью пиво из банки. Что-то у нас в магазине какой-то атас, раскупили все пиво в стекле. Я люблю в стекле. Ну, точно так же, как люблю, например, втыкаться в ламповую бошку, в кабинет. Вот мне это душу греет. Так же я люблю и пивко в стекле пить. А вот если сделать слепой тест, я не отличу, я думаю, пиво в стекле от пива от банки. Но вот сейчас пью, и, конечно же, я рукой чувствую банку. Вот она под пальцами проминается. Когда делаю глоток, неприятно, потому что банка, вот этот край острый, ну, как-то вот не мое это. Я слышал многих людей, которые говорят, не, Глеб, ты чего, в банках пиво по вкусу совершенно другое. Совершенно не такое, как в стекле. А вот интересно провести такой тест. Взять и налить в 10 стаканов, например, из двух бутылок пива. Из стеклянной и из жестяной. И посмотреть, как человек, который утверждает, что отличает вкус, отличить ли он его в таком случае. Мне кажется, будет такая же херня, как и с гитарами. Люди любят очень много разговаривать по поводу гитарного звука, о том, какое яйцо в звуке больше, правое или левое, какое волосатее, какое больше блестит, какое меньше. Но потом выясняется, что они неизвестно о чем говорят. Все это выясняется, естественно, на слепом тесте. Естественно, все это получается тогда, когда человек сначала берет гитару в руки, потом у него в голове происходит автоматический картотек. Хуяк нужную карточку из опыта и впечатлений его подсовывает, и он уже отзвучивает, грубо говоря, информацию с этой карточки. Так вот образно выражаясь, можно высказать этот процесс. Я дома проводил такой эксперимент. Закрыл глаза и попросил давать мне по очереди все мои гитары. Я узнал абсолютно все, абсолютно сразу. Мне даже не нужно было извлекать из них звук. Я только беру гитару в руки, я сразу понимаю, что это за гитара. А гитар-то у меня дохуя, там 30 или больше. То есть каждую из этих 30 гитар я узнавал моментально, только взяв в руки, только по одним тактильным ощущениям. Вдумайтесь в это. Серьезно подумайте. Беру гитару в руки, все, сразу понимаю, что это за гитара. А представляете, если поставить все эти 30 гитар, записанные, я никогда не узнаю, где какая. И никто из вас не узнает. Вот такая вот история. Так что я думаю, не только моему дорогому патрончанину будет интересно узнать этот видеоответ, но и вам, дорогие мои подписчики. Ну что, я хочу прорекламировать, дальше видеть у меня видео про интересную тревел-гитару. Но это будет, я думаю, на выходных. А до этого подписываемся, блядь, на мой канал. Жамкаем телебоньки, ставим лайки, хуяйки. Держим писюны, писюны держим кверху. И подписываемся, блядь, на мой патреон. Собственно, это то место, где я получил этот вопрос. Там у меня параллельная вселенная разворачивается. Там доступ к потайному каналу, который есть на ютубе. И только по ссылкам с патреона можно туда проникнуть. Например, печатаем 5 долларов, окошко пиздых, и попадаем на патреон. Кроме того, если вам интересны фразы, обучающие, то оформляем спонсорство на этот канал, на котором вы сейчас находитесь. Я раз в неделю выкладываю фразу музыкальную, где подробнейшим образом расписываю, как я делаю вибрато, как делаю бенды, что нужно делать, чтобы сыграть ритмично и так далее, и тому подобное, и прочее, и прочее. Все, минутка саморекламы закончилась, минутка агитации завершена. Поэтому теперь настало время сказать вам, наконец-то, самое главное за все видео. Друзья мои, я вас всех сильно-сильно люблю, целую и обнимаю. И да пребудет с вами ятийская сила. Пока!